Апрель – это месяц, когда в Баткенский район приезжают в десятки раз больше людей. Все торопятся посетить Айгульташ – гору, где расцветает знаменитый лунный цветок. У посетителей есть всего лишь 2-3 недели. Ровно столько времени цветет это редкое растение. Я впервые на Айгульту. Очень хотелось увидеть цветок своими глазами. К сожалению, его с каждым годом становится все меньше. Говорят, чтобы из семени вырос цветок, должно пройти несколько лет. Он очень красивый. Нам нужно хранить и беречь эту красоту, которую природа подарила Баткенской области. Научное название цветка Айгуль – рябчик Эдуарда. Растение занесено в Красную книгу. Вокруг цветка существует много легенд. Он ассоциируется как символ вечной любви двух чистых сердец – девушки Айгуль и юноши Козу Улана. Я удивилась, что цветов очень мало. Даже стало обидно, что многие не относятся к нему бережно. Ведь благодаря таким цветам наша природа считается уникальной. Айгультаж носит статус природного заповедника давно. Однако серьезных усилий по сохранению редкого цветка не предпринимается. В прошлом году из-за карантина Айгультаж был закрыт для посетителей. Цветки не срывали, и поэтому нынешней весной количества Айгуль стало больше. Люди просто берут и топчут цветы. Есть штраф в 4,5 тысячи сумм для тех, кто сорвал цветок. Но штраф мало помогает сберечь растения. К сожалению, не все относятся к краснокнижному растению бережно. По словам работников комплекса, раньше в день на гору поднимались по 100 человек. Люди приезжали каждый день, в том числе иностранные туристы.